Фронтовое письмо Девочка моя, приготовь себя к разлуке. Впереди 42-й год. Живи, как и я, надеждой навстречу. Я прочитал твое письмо с большой радостью. Ты даже не представляешь, как счастливы здесь люди. Читаю письма от знакомых и близких. Здравствуй, Верусенька и сынулика-яденька. Верушечка, не грусти. Готовься к зиме. Уписаны валенки и шеи мушу. Люблю вас, Алексей. Здравствуй, дорогой сынок Толя. 22 июня исполняется год, как я не видел тебя. Прости, сынок. Будь умненьким. Я скоро вернусь. От прогони всех фашистов и вернусь. Крепко целую тебя. Твой папа. Ранила в правую ногу. Взяли операцию. Вытащили осколок. Ранение легкое. Уже я хожу на перевязку сам. Надеюсь, что скоро заживет. И опять буду бить немецкую Галину. За измученный наш советский народ. За вас, мои родные. Свободного времени мало. Многому приходится учиться на ходу. Но не стоит унывать. Мы победим. Мама, папа и бабушка. За меня не беспокойтесь. Не плачьте. Все хорошо. Ваш сын Коля. Недалеко от места, где мы стоим, расположен лагерь уничтожения. Трудно поверить, что люди могли дойти до такой нечеловеческой жестокости. Но когда видишь все это, задаешь себе вопрос. Кто они, эти существа, захотевшие истребить человечество? Люди ли это? Конечно, это не люди. Скоро настанет конец этим ужасам. Будет расплата. Здравствуйте, дорогие мои и навсегда любимые мной ребята. Обладевайте знаниями. Крепко изучайте русский язык и литературу. Географию, историю и военное дело. Мы же обещаем вам выполнить наши задачи. А вы справьтесь на отлично со своими задачами. Если мы выполним это, то победим врага. С фронтовым приветом. Ваш учитель Александр Константинович Виннебольский Сколько писем колдатских С той последней войны До сих пор адресат На коне ночны Может, нет адресата И писавшего нет Да кого же он ищет Треугольный конверт Треугольное небо Невозможное время При погибели небо Пульт шальная колено Треугольная повесть Повесть в несколько строк Мо, воюю на совесть Слушай мамку, сынок С желтым пеплом покрыло Треугольник и осень Стручки лифтами смыты Словно вдоль не слезой И слова уже стали Неразборчиво очень Но до боли понятия Смысл тех писем простой Треугольное небо Треугольное небо Невозможное быть Ты погибели небо Будь жаляя Катрин Треугольная радость Треугольная грусть После легких три слова Я на руси вернусь Тим, чтобы знали Люди нашей страны Эти письма писали Нас солдаты с войны Это так завещали Те смогли любить Что они защищали И смогли защитить Треугольное небо Невозможное быть Ты погибели небо Будь жаляя Катрин Треугольный бумажный Из мечты не держись Пробегнуло однажды Побеждаю, кажись Пробегнуло однажды Побеждаю, кажись Пробегнуло однажды Побеждаю Мой прадедушка Балдин Яков Ефимович Был кадровым военным До войны он служил офицером В охране Кремля И был освобожден от призыва Но отказался от брони Пошел добровольцем на фронт Он прошел всю войну Воевал в Первом Белорусском фронте Освобождал Варшаву И закончил войну в Германии В звании подполковника Он был удостоен наград Таких как Два ордена Красного Стамени Два ордена Красной Звезды И два ордена Отечественной войны Мой прадед Брагин Юрий Степанович Был признан в ряды Красной Армии В 1944 году Он воевал механиком Водителем танка Т-34 Даже будучи раненым Он смог обеспечить уничтожение Старкового пулемета И автомашины с пехотой Награжден медалями За победу над Японией За победу над Германией И орденом Отечественной войны И юбилейными медалями Умер в 1995 году Мой прадедушка Василий Иванович Тулупов Во время войны С 1941 по 1943 года Трудился в Тулуп Потому что был тяжело болен Но когда он выздоровел Его призвали на фронт Там он работал военным шофером После войны Он работал инженером А когда вышел на пенсию Столером Краснодеревщиком У него были награды Но в нашей семье Ни награды, ни удостоверения К сожалению, не сохранились Мой прадедушка Александр Алексеевич Зарубин Был призван на фронт Летом 1941 года И служил царящиком Артиллерийского орудия В стрелковом полку После осеннего наступления Участвовал в битве за Москву 16 января 1942 года В ужесточенных битвах За Шайковку Мой прадедушка погиб От минометного снаряда В 2014 году Мой папа По архивным данным Нашел место гибели Моего прадедушки И летом Этого же года Мы съездили Всей семьей На братскую могилу Где был похоронен Мой прадедушка У деревни Анисово городище Рядом с аэродроном Шайковка Когда началась война Моей прабабушке Брагиной Антонине Степановне Было 13 лет Она рассказывала Как ее отправили В колхоз Как они работали На поле В поле с терпом Как они вязали рукавиц И другую одежду И отправляли ее солдатам На фронт Была награждена За доблестный И самоотверженный труд В период Великой Отечественной войны В последующие годы Была награждена Другими медалями Кани Победы Умерла 11 марта 2020 года Здесь птицы не поют Деревья не растут И только мы Кричок к плечу Раскаем все клют Горит и кружится планета Одна нашей Родиной дым И значит нам нужна Одна победа Одна нас всех Мы за ценой не постоим Одна нас всех Мы за ценой не постоим Наш ждет Огонь Смертельный И все Веселено Сомнения прочих Ходит в ночь Отдельный Десятый Наш десант И подаем Десятый Наш десант И подаем И что ли Какой у вас Звучит другой приказ И пачкает Сойдет с ума Разыскивая нас Смертельный Красная ракета Красная ракета И у нас Десятый И украин И значит нам нужна Одна победа Одна нас всех Мы за ценой не постоим Одна нас всех Мы за ценой не постоим Наш ждет Отдельный И все Веселено Сомнения прочих Ходит в ночь Отдельный Десятый Наш десант И подаем Десятый Наш десант И подаем Откуда Скорее Орла Война Нас довела До самых Краджевских Ворот Какие Протела Когда Мы Пусть Мы Пусть И И Пусть И Пусть И Одна Нас Нужна Одна Победа Одна нас всех Мы за ценой не постоим Одна нас всех Мы за ценой не постоим Нас Ждет Огонь Смертельный И И И Продежда Весен Он Сомненья Прочем Входит Ночь Отдельный Десятый Наш десант И подаем Десятый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!